Всем привет! Будем готовить сочные запеченные крылышки вместе с картофелем. Для приготовления нам понадобятся куриные крылышки, сванская либо обычная соль, желтый цветок, паприка, картофель, соевый соус, мед, а также растительное масло. Если у вас такие же крылышки, как и у меня, то надо будет их немножко дообщипывать, чтобы не осталось никаких перышек. Начинаем мариновать наши крылышки. Для этого нам понадобится пол чайной ложки нашей красной паприки, также пол чайной ложки желтого цветка. Немножечко мы добавляем соли сванской, либо обычной. Далее добавляем 4 чайные ложки соевого соуса. 2 чайные ложки меда. Постарайтесь брать мед без яркого вкуса, допустим, не гречичны, чтобы наши крылышки не отдавали немножко горчинкой. Добавляем 2 столовые ложки масла. Все хорошо перемешиваем, чтобы наши крылышки равномерно пропитались специями и приправами. Закрываем все тарелкой и отправляем в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь. Пока наши крылышки будут мариноваться, нам нужно будет почистить 1 кг картофеля. Нарезаем наш картофель дольками и отправляем его в воду на полчаса, лучше на час, чтобы из него вышел весь крахмал. Дольки должны быть не слишком толстыми, чтобы они успели пропечься. Приблизительно они должны быть вот такого вот размера. И отправляем картофель настаиваться. Начинаем мариновать наш картофель. Для этого нам понадобится 2 чайные ложки паприки, также 4 чайные ложки растительного масла, пол чайной ложки соли. И все мы должны хорошенечко перемешать и оставить на минут 10, чтобы картофель наш успел промариноваться хорошо. Далее мы выкладываем картофель на противень. И в чашке у нас остается маринад картофельный. Его мы не выливаем, а распределяем по картофелю. И еще раз этот картофель уже на противне перемешиваем до однородной массы. Между картофелем выкладываем наши крылышки. И у нас точно так же остается соус в чашке. Его мы тоже не выливаем, а сверху начинаем поливать каждое крылышко, чтобы оно было еще более сочным и ароматным. Отправляем наш противень в духовку на 40-50 минут при 180 градусах. Через 15-20 минут достаем наши крылышки и хорошенечко перемешиваем наш картофель. У меня духовка распределяет жар неравномерно, поэтому с одной стороны уже готовы крылышки. И точно так же через 10 минут мы снова достанем нашу противень, чтобы еще раз перемешать наш картофель. Наша ароматная противень уже готова. Выкладываем крылышки на тарелку, красиво украшаем и добавляем картофель. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и приятного аппетита! Спасибо.